В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллинн». Выходит новый выпуск еженедельной городской газеты «Столица» и о том, какие актуальные темы затронули журналисты на этот раз, расскажет наш сегодняшний гость, медиаконсультант столичной мэрии Илья Бань. Доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, Илья, можно подвести итоги? Да, в газете «Столица» сегодня подводятся разные итоги, в том числе экономические. И этот год прошел достаточно хорошо. Мы входим в Новый год с максимальной за всю историю Эстонии занятостью. Со стабильным, пускай и небольшим, экономическим ростом. И так как достаточно много разных мнений звучало в этом году, что кризис случится именно в 2020 году, то, естественно, на этот вопрос у журналисты газеты «Столица» пытаются найти ответ. И если так упрощенно подытожить все мнения экспертов, то действительно может случиться экономический кризис в будущем году, но если это будет некий глобальный экономический кризис. Все-таки, исходя из данных, которые в нашей макроэкономической ситуации, никаких предпосылок для кризиса нет. Да, по всем прогнозам экономический рост снизится, он останется не таким высоким. Где-то на процент он снизится, будет 2% в будущем году. Но, с другой стороны, если бы все предыдущие годы экономический рост был бы большим, скажем, 5-7%, то и просела бы экономика Эстонии значительно сильнее. Сейчас бы было около, наверное, 1%. Так что прогнозы хорошие. Действительно, в будущем году, если случится кризис или экономическая рецессия в тех странах, куда мы экспортируем, и, напомню, в этом году экспорт рос очень хорошо, особенно в первой половине года, то, да, может быть череда банкротств в эстонских компаниях, но, опять же, к глобальному кризису это не приведет. И еще один важный момент, что в будущем году также снизится рост средней заработной платы и рост минимальной заработной платы. Но у этой новости, он будет на уровне 5-6%, но у этой новости есть и хороший момент. Дело в том, что рост доходов всегда связан с ростом цен на товары и услуги. Это значит, что в будущем году, по прогнозу, опять-таки, не будет такого резкого роста цен на потребительские продукты и на услуги. Это были экономические итоги, но я так понимаю, что есть и еще другие, например, политические. Да, этот год был сложным. Напомню, что в марте у нас были выборы, затем достаточно сложные коалиционные переговоры. Итоги тоже достаточно непредсказуемые. Сейчас мы живем в некой новой политической реальности. И вопрос связан с тем, какой год будет следующий, с таким же накалом или нет. По прогнозам некоторых экспертов, все-таки, следующий год будет поспокойнее, потому что выборов в будущем году нет. Некое обострение возможно лишь в конце года, когда будет приниматься государственный бюджет на будущий год. Ну и, в принципе, будет начать старт предвыборной гонки. Дело в том, что через два года, в 2021 году, будут местные или муниципальные выборы. Это значит, что партии начнут уже активно готовиться к этим выборам. Коалиция не только сложно формировалась, но и консерваторы вошли в коалицию. Это такой очень скандальный момент. Да, София Ива на страницах газеты «Столица» задается вопросом, будем ли мы опять свидетелями череды скандалов из-за высказываний одного из министров в нашем кабинете министров. Скорее всего, этих высказываний будет меньше, и они будут аккуратнее. На самом деле, консерваторы в минувшем году стали главными ньюсмейкерами, потому что каждое их высказывание буквально цитировали все СМИ. Но ждать ли развала коалиции? В этой статье приводится мнение эксперта Леонида Коробешкина, который напоминает нам о том, что партнеры по коалиции едины в своей нелюбви к высокомерным реформистам. И опять же, все мы помним о том, что было при их власти. К тому же, все-таки, партнерам по коалиции в будущем году надо довести дела, начатые до конца. Это как минимум начать строить четырехполосные дороги, как и обещали снизить хотя бы один из акцизов. Ну и самое главное, довести до конца пенсионную реформу. А это даст, опять-таки, возможность единовременных выплат пенсионных накоплений из второй ступени. Ну и даст бюджету возможность повысить пенсии по старости. И это все произойдет как раз в начале 2021 года, когда, как я напомню, пройдут муниципальные выборы. Так что все указывает на то, что в будущем году резких перемен ждать не приходится. Ну что ж, итоги весьма впечатляющие. Спасибо. Спасибо и вам, Екатерина. Пользуясь случаем, хочется поздравить всех читателей газеты «Столица» и зрителей канала ПБК и пожелать вам в будущем году достатка, и чтобы все со здоровьем в семье у всех было в порядке. Информационный блок «Доброе утро» Таллин подошел к концу. У нас в гостях был медиаконсультант столичной мэрии Илья Бань. Продолжение следует...